В Уральске проходит республиканская гимназиада по гребле на байдарке и каное. Участие в ней принимают школьники до 17 лет. За противостоянием гребцов на воде наблюдала и наша съемочная группа. Вся плотность воды практически незаметна, когда рассекаешь по ее глади на байдарке или каное. Весло, управляемое атлетом, задает практически запредельную скорость. Главная задача прийти к финишу первым. У гребцов в нашей области на это отличные шансы. Во-первых, здесь хорошая школа, которая пользуется известностью во всей стране. Во-вторых, дома, как известно, и стены помогают. Всего участвуют около сотни спортсменов, из них 30 – это приуральцы. Среди них и Рауан Тахамбетов. Гребец с опытом, хотя в подобных соревнованиях участвует первый раз. Я занимаюсь на каное, занимаюсь долго, года 4. Нравится мне, потому что это водный вид спорта. Можно купаться, плавать. Как ты думаешь, какими навыками нужно обладать, чтобы побеждать в этом виде спорта? Выносливость, терпение. Кроме нашего региона, в состязаниях принимают участие грибцы из столицы Шимкента, а также из Алматинской, Атараусской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской областей. Впрочем, байдарки и каное – это лишь один из этапов гимназиады, ведь данные соревнования включают в себя и множество других видов спорта. В гимназиаду Республики Казахстан среди школьников в этом году вошли футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, асахату, бесасах, тороскомалак. Вот эти виды спорта тоже вошли в данную гимназиаду. Организаторы – Республиканский научно-практический центр физической культуры и спорта, и поэтому разные виды спорта, именно республиканский этап данных соревнований, они распределены по разным городам. Стоит отметить, что состязания по гребле на байдарке и каное продлятся до 25 июня. Тогда будут известны имена победителей и призеров соревнований.